Вскрылась вся правда о нетрадиционной ориентации ведущего Малахова. Певица Чечерин рассказала о нетрадиционной ориентации ведущего Андрея Малахова. Российская певица Юлия Чечерин рассказала о личной жизни телеведущего Андрея Малахова. В своем телеграм-канале Юлия опубликовала пост, в котором сообщила о нетрадиционной ориентации Андрея Малахова. Чечерина показала несколько фото с Виктором Шкулевым. На одном из фото Шкулев позирует с собственным зятем Андреем Малаховым. По словам артистки, этот человек выдал свою дочь замуж за садомита, а теперь хвастается приплодом, что, по его мнению, является демонологией в квадрате. Отметим, что никаких доказательств тому, что Андрей Малахов является представителем нетрадиционной ориентации, Юлия Чечерина не привела, сам шоумен пока не отреагировал на заявление певицы. Любимец телезрителей, шоумен-красавица Эрудит, энергичный и целеустремленный журналист. Он неохотно делится секретами личной жизни, но ярко и публично раскрывает чужие. Это Андрей Малахов. Эфирные темы передач Малахова нередко становятся причиной скандалов. Такими были выпуски прямого эфира и шоу «Привет, Андрей», посвященный жизни и безвременной кончине Юлии Началовой. Тогда, в марте 2019 года, Малахова пытались обвинить в том, что он устраивает пляски на костях. Но многие телезрители и поклонники певицы поддержали телеведущего. Шоу Малаховы очень часто подвергались критике как образец пошлости и бескусицы, игры на низменных человеческих инстинктах. Ставка на фриков в качестве гостей сделала маргинальными его шоу в глазах части публики. В эфире, пусть говорят, гости нередко устраивали драки. Такие инциденты – неотъемлемый элемент подобных шоу. Главное, что Андрей Малахов блестяще реагировал на реплики и действия собеседников. Говорит в интервью журналист-музыкальный критик Сергей Соседов. Нужному Андрею учиться быстро реагировать на реплики, на ситуации, которые складываются в студии во время разговора. Мы же не знаем, как поведет себя герой. Мы знаем общую конву истории и знаем только приблизительно, что скажет его родственник или кто-то еще. Бывают же агрессивные люди. У Андрея быстрота реакции, очень важное качество для журналиста, находчивость, хладнокровие, умение быть отстраненным от ситуации. С одной стороны быть здесь включенным, а с другой стороны отстраненным, дав возможность зрителю самому занять ту или иную точку зрения. Также отметим, что в 2006 году Андрей Малахов перенес сразу три потери. Сначала не стало его отца Николая Дмитриевича. Он скончался после инсульта, так и не выйдя из комы. Следом ушли из жизни его бабушка и дедушка. До этого в автокатастрофе умер Андрей, двоюродный брат ведущего. А тетя получила тяжелейшую травму. Смерть близких тяжело. Переживала мама Андрея, Людмила Николаевна. У нее начались тоже проблемы со здоровьем. Сначала она лечилась в родном городе, затем приехала в гости к сыну. Однажды в ночь с пятницы на субботу она возвращалась с ночной службы в церкви. Когда на нее напали хулиганы, Людмилу ударили по голове чем-то тяжелым, и она потеряла сознание. Несмотря на то, что это произошло в двух шагах от отделения полиции, поймать нападавших не удалось. Сам Андрей в этот момент находился во Франции, но, услышав про трагедию, тут же вылетел домой. Несмотря на уже немолодой возраст, мама Андрея Малахова не хочет переезжать к сыну. Она любит апатиты, где ее все знают и любят как прекрасного воспитателя.